Всем привет, с вами снова Максович, сегодня у нас игрушка под названием Extreme Off-Road Monster Simulator. Итак, что у нас есть по настройкам? Да собственно ничего, кроме вот этой вот кнопочки, которая отключает как бы звук, но она делает это только в меню. Ну, а в игре же все остается как есть, ну не знаю, давайте оставим тогда, потому что смысла от нее нет, других настройок у нас тоже нет, в общем поехали посмотрим. Итак, у нас здесь есть три режима, карьер, вызов и бездорожье, в каждом режиме по 10 уровней. Начнем с первого, я здесь чуть-чуть попробовал покататься, поэтому у меня уже 400 баксов есть. Есть несколько автомобилей, я пока не знаю, есть ли между ними различия, например, в управлении, потому что я их еще пока не покупал, но выбор здесь достаточно такой, ну нормальный, так скажем. В общем, берем стартовую тачку и поехали. В этом первом режиме уровни почему-то, ну очень короткие, просто мега короткие. Наша задача просто проехаться по точкам, вот этим вот, чекпоинты, не знаю как их назвать, просто по заданной траектории. Приехать первым, все, в принципе никаких здесь особо сложностей нет. Ух, ё, разве что только можно перевернуться или застрять где-нибудь. И собственно все, вот это вот конец уровня. Уровни можно перепроходить, как вы наверное уже догадались, то есть один тот же уровень можно перепроходить, зарабатывая на этом деньги. В общем, я думаю, мы пройдем из каждого режима по несколько уровней, если у нас получится это сделать, чтобы составить общую картину об игре и понять вообще, что из себя эта игра представляет. Автор, походу, мало того, что не сделал нормальную настройку на громкость звуков и музыки раздельную, потому что звуков автомобиля вообще практически не слышно, зато музыка херачит на полную. Так, еще помимо этого, одна и та же музыка играет у нас, причем достаточно короткая, которая разве что пригодится только для меню, да и то как-то, ну совсем уж она. Так, это засчиталось или нет нам? Походу засчиталось, нам же нужны чекпоинты. Да, можно даже вообще сбоку объезжать. Так, давайте теперь попробуем другой режим. Режим вызов. Я не совсем понял суть этого режима. Возможно, возможно, нам нужно просто дольше всех продержаться, потому что у нас здесь есть шкала здоровья. Нам нельзя врезаться в наших противников, нельзя залазить в лужу, у нас от этого очень тратится здоровье. Нельзя врезаться в бочки, может быть еще в какие-то предметы. По-моему, животных можно и людей, от этого здоровья не тратится, насколько я понял. Как-то так. И такое ощущение, как будто бы у нас текстуры на колесах не прогрузились. Уже запускают игру который раз и почему-то все время эти колеса оранжевые. Не знаю, может быть так было задумано, но ощущение реально, как будто бы текстуры не прогрузились. Очень легко заблудиться. Оказывается, нужно ехать вот так вот в объезд куда-то. Куда мы едем? Мы вообще правильно, нет, едем. Может быть я вообще не в ту сторону еду. Опять же таки, куда здесь? Направо, налево, непонятно. И здесь тоже, направо, налево, куда едем, не знаю. Здесь может быть смысл игры в том, что найди дорогу, куда тебе ехать надо. Поэтому я так и не смог пока пройти ни одного уровня в этом режиме. Хотя здесь попробовал. Вот, смотрите, мы круг проехали и поехали обратно. Так, противники едут туда. Ориентируемся по ним. Куда вот он поедет? Давайте за ним ехать. Ну, допустим, да, мы так же в принципе ехали. Вот и... Чего? Куда они едут? Я не понимаю. Они бортуются, что ли? Может быть нужно бортоваться, у кого больше здоровья останется? Непонятно. Непонятно, ребята, какого хрена здесь вообще происходит. Ну вот, допустим, мы бортовались. Дальше что? Как бортоваться так, чтобы у тебя здоровье не тратилось, а у врага тратилось? Странно, короче. Ладно. Хрен с ним, с этим уровнем, с этим режимом. Давайте попробуем другой. Не знаю, как проходить этот уровень. Если вы играли и знаете, напишите в комментариях. Так, выходим в меню. И бездорожье. Вот этот режим в принципе понятен. Здесь как бы нет вроде никаких особых сложностей. Вот я пару уровней прошел. Все достаточно просто. Старт. Нужно проезжать сквозь грязь. Есть чекпоинты. Все понятно. Куда ехать? Зачем ехать? Здесь хоть все по-человечьи сделано. О, допустим, чекпоинт. Мы свалились. Мы можем вот сейчас... Вот я вообще даже не вижу, куда мы... Ага, мы можем выехать. Так, чисто на ощупь. Сейчас пробовал. Ну, допустим. И вот еще собрать этот финишный флажок. Ну, вот смотрите, мы застряли. Вот какого хрена? Может попробовать на тормоз нажать? Давайте сделаем перезапуск еще. Ну, хорошо, ладно. Не перезапуск, а второй уровень включим. Потому что мы как бы уже считаем, что прошли его. То есть я его и до этого проходил. Ну, вы поняли. Так. Куда я нажал? Я все правильно нажал, надеюсь. Оф-Рот. Плей. Второй уровень. Мне вот интересно... Да, чтоб тебя. Все. Приехали. Слоник, ну-ка подтолкни. Все равно зря здесь хошку. Вообще, как блядец какой-то. Так. Давайте рестарт. Одно неверное движение и все. И ты завис. Застрял. Пробовал я нажимать клавиши, типа там. Эр, да что, да, да. Знаете, там, как бы вернуться на трассу. Но обычно в гунках есть такая штука. Здесь ничего не работает. Здесь только... Только одна попытка у тебя, можно сказать. Если застрял, то все. Перезапускаю уровень по новой. Так. Здесь нужно с небольшой скорости. Иначе мы не проедем, да? Все. И вон финиш. Сейчас мы как раз... По-моему, за... Один такой пройденный уровень мы получаем тысячи. Давай, хоть как-то там. Вот, есть, есть. Отлично. Next. Стоп. Давайте попробуем выбрать другой автомобиль. Хотя бы посмотрим... А какого хрена здесь происходит? Почему я не могу выйти в меню? Ну ладно. Сейчас вот так вот сделаем. Выйдем в меню. И попробуем... Сменить автомобиль. Я хочу проверить, есть ли... А денег у нас все равно 700... Замечательно, замечательно, да? Вот собака. Ладно. Там же было тысяча баксов. Какого хрена вообще здесь происходит? Ну, допустим. Интересно, если мы просто... Вот просто проедем. Мы сможем этот чекпоинт забрать? Или там вот именно нужно через верх ехать? Скорее всего, на низких, может быть, мы и сможем проехать. Вернее, те, которые низко расположены, их, наверное, сможем забрать. Так, 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 так. Ох, ё... Ох, ё... Давай! Чекпоинт и финиш. Сейчас еще раз посмотрим, что там с деньгами не так. Во, 1100. Следующее. И там была кнопочка меню. Ну, допустим, вот так вот мы делаем. Почему у нас не показывается количество денег? По сути, если так-то подумать, главное здесь просто ровно заехать. Вот честно. Ровно заехал. И считает, что выиграл. Ну, как-то мы собрали. Кое-как. Да, с музычкой, конечно, автор прям вообще, я не знаю, начудил. Хоть бы какое-то разнообразие, что ли, добавил. Я не знаю, что мешало. Не понимаю. На ютубе есть куча бесплатной музыки. Берешь, скачиваешь, вставляешь свою игру. Зашибись. Давайте попробуем объехать. Посмотрим, что-нибудь у нас... Мы сможем забрать этот чекпоинт? Не можем, да? Ну и хрен бы с ним, короче. Давайте в меню посмотрим. Зайдем. 700 денег. Как было, так и есть. Короче, хрен с ним. Хрен с ним. Давайте на этом закончим. Всем удачи. Всем пока. И до новых прохождений новых игр. Субтитры сделал DimaTorzok